Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к римлянам 12 глава. Мы уже говорили о том, что богословские послания к римлянам, которые нам еще предстоит рассмотреть, они в целом строго и ровно делятся на две части. Первая часть доктринальная, богословская, вторая часть нравственная, назидательная. И уже также речь о том, что послание к римлянам в данном случае является исключением, поскольку между двумя этими частями послания к римлянам есть еще 9, 10, 11 главы, в которых апостол Павел занимается истриософией истории, в котором он осмысляет судьбу еврейского и языческих народов в замысле Божьем о спасении. Вот 12 глава – это глава, в которых апостол Павел уже переходит к этической составляющей, при том, мы должны понимать, что все-таки римская церковь, она не входила в число тех церквей, подопечных апостолу Павлу, которые он основал, которых он действительно как отец-основатель мог назидать, которым мог давать наставления. Римская церковь возникла, как мы говорили в начале, во видение, благодаря тому, что она была столицей Рим, столица тогдашнего мира. Естественно, туда стекались люди со всех краев света, в том числе, конечно, и очень рано в еврейской общине Рима появились те, кто рассказывали своим соплеменникам о Христе. И в результате того, что обсуждение мессианства Иисуса из Лазарета привело к неким средостейним, даже к волнениям среди римских евреев, то это вызвало контрмеры. И император Клавдий, он изгоняет всех евреев из Рима, не, конечно, пытаясь вдаваться в подробности того, что возникло, потому что ни о чем так Рим не заботился, как о мире. И любые какие-то нестроения, все то, что напоминало какой-то бунт или что бы то ни было похожее, оно сразу же пресекалось в корне. Так вот, со временем уже при императоре Нероне в Рим сначала приходят языки христиане, то есть те христиане, которые были связаны с общинами, с церквями, основанные в первую очередь благодаря проповеди апостола Павла. А затем возвращаются и иудеи, и христиане, и, конечно, это ситуация, которая неизбежно предполагала тоже некое противопоставление, разделение, потому что мы понимаем, что иудеи и христиане продолжали жить по тем правилам, по тем нормам, которые были сформулированы ветхозаветным законом, а язык и христиане, они уже, благодаря проповеди апостола Павла, в результате которой они пришли ко Христу, закон, конечно же, не соблюдали. Собственно, этой злободневной для римской церкви проблеме и посвящено послание к римлянам. Так вот, конечно, апостол Павел понимает причину неких несогласий, некого противостояния, которое существовало в римской церкви относительно соблюдения и несоблюдения закона, и этому, собственно говоря, посвящена начальная часть его послания, первая часть с первой по восьмую главу. Здесь он высказывает свое отношение к закону, затем подытоживает его, по сути своей, в последующей девятой-одиннадцатой главы, а вот в двенадцатой, собственно, пятнадцатой главы он пытается дать некие наставления, поскольку все-таки он считает себя апостолом язычников. Как апостол язычников, он вправе обращаться и к римской церкви, потому что и она таким образом становится неким ореолом, полем для его деятельности, на которую он рассчитывает перед возможным посещением Рима, о чем речь еще впереди. Итак, посмотрим, с чего же начинаются эти нравственные наставления. Двенадцатая глава, первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Тема «Жертвы Христа» стояла в центре доктринальной части послания, но здесь апостол Павел призывает своих адресатов подражать Христу, и это подражание, оно заключается в том, что сами верующие становятся живой жертвой, которую они должны принести Богу. И прежде всего это касается служения Богу телом, да, то есть тело, оно ведь тоже призвано ко спасению, да, для этого Иисус Христос воскрес. И здесь, конечно, апостол Павел отчасти отображает и свой личный опыт, и мы понимаем самообращение, «Умоляю милосердием Божиим», то есть вот это такая, по сути, своя молитва, которую он адресует своим читателям, своим получателям. Но показательно продолжение этой фразы «для разумного служения вашего». «И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть, с одной стороны, мы видим, что жертвой становится тело, но по мере этого самоотречения, которое не является самоцелью, происходит служение разумное и обновление ума. То есть, другими словами, у человека меняется ценностная шкала. То, что раньше для него было ориентиром, апостол Павел называет это «сообразование с веком сим», то есть, когда человек ориентируется на то, что ему предлагает окружающий мир. Вот эти цели, эти ценности, они являются основным направлением, вектором его жизни. Но апостол Павел говорит, что по мере того, как мы начинаем телесно себя ограничивать, как наше тело превращается в жертву, и ум обновляется. И это обновление ума как раз и связано с тем, что у человека появляются другие цели. Какие это цели? Это исполнение воли Божьей, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Действительно, исполнение воли Божьей является, наверное, главной целью человеческого познания. Потому что именно исполнение воли Божьей ведет человека к спасению. Да, мы можем познавать другие вещи в мире, в том числе и богословские знания, в том числе и знания Писания, чем мы с вами занимаемся. Но само по себе это знание, оно еще не обеспечивает, не гарантирует спасение. Спасение возможно, если только человек действительно сообразует свою жизнь с волей Божьей, с замыслом Божьим. И, конечно, это исполнение, оно не всегда бывает легким, оно трудно. И поэтому именно с этого призыва, с призыва жертвоприношения апостол Павел и начинает. Да, понимаю, что, конечно, на этом пути человека ждут многочисленные средостения. Но не случайно он волю Божью называет здесь благою, угодной и совершенной. Потому что действительно перед человеком всегда стоит выбор, куда пойти, какое решение принять, чьей воле, своей или Божьей, мне выгоднее исследовать. И мы понимаем, что в этом выборе не всегда приоритет высшего побеждает. И вот апостол Павел сам подчеркнул, что воля Божия, какой бы, может быть, она для нас не казалась странной, трудной, невыполнимой, противоречащей каким-то обстоятельствам, все равно всегда является благой, угодной и совершенной. И только когда человек это принимает для себя, для него действительно воля Божия становится самоцелью его жизни. «По данной мне благодати, всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, конечно, апостол Павел здесь, мы это понимаем, выступает против гордыни, против самомнения, против самопревозношения. Почему? А потому что всегда человек, конечно, он, пребывая в таком состоянии, ставит себя на определенный пьедестал, смотрит на окружающих свысока. И это неизбежно ведет к разного рода разделениям и противопоставлениям. Поэтому дальше апостол Павел говорит о церкви, как о едином теле, и различает в этом теле различные члены, различные служения, которыми наделяет человека Бог. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры, имеешь ли служение, пребывая в служении, учителя, учение, увещеватель, увещевая, раздаватель, раздаевая простоте, начальник, начальство и с усердствием, благотворитель же, благотворитель с радушием, любовь да будет непритворно, отвращаясь от зла, прилепляясь к добру. Тема духовных даров более подробно рассматривается апостолом Павлом в первом послании к Оринфянам. Там эти духовные дары, они были предметом средостейния, разделения внутри церкви. По-видимому, в римской церкви ничего подобного не происходило, и апостол Павел здесь перечисляет эти дары, притом эти перечисления, которые неоднократно можно встретить в посланиях апостола Павла, они каждый раз как бы, ну, они отличаются друг от друга, это не единый какой-то перечень. То есть мы понимаем, что как бы в разной церкви, даже в разные моменты, какие-то отдельные дары могли выделяться, а какие-то другие дары отсутствуют. И вот самое интересное то, что в первую очередь бросается в глаза, что в тех дарах, которые апостол Павел здесь перечисляет, по сути нет никакой чудесной составляющей, то есть нет даров, которые связаны с чудесами, да, или с исцелениями. Речь идёт только о том, что связано с назиданием и учительством, пророчество, служение, учительство, увещевание, ну и то, что связано непосредственно с служением окружающим. Апостол Павел говорит о тех, кто раздаёт в простоте о начальстве, которые должны служить с усердием, вот, благотворительности. И на самом-то деле это очень важно. Важно потому, что для нас, как бы, действие духа в каком-то, может быть, обыденном представлении, оно прежде всего связано с областью чего-то необычного, да, экстраординарного, вот. А такие служения, как начальник или учитель, мы, собственно, и не рассматриваем в настоящее время как проявление святого духа, да, как какое-то особое, уникальное, значимое дарование, которое человек получил от Бога, да, и которое в нём каким-то образом раскрывается. Но вот апостол Павел наставит, на самом деле, что, и это очень важно, что никакое служение в церкви, оно не может быть без водительства духа. Даже если это связано с какими-то административными функциями, да, или это связано с тем, что человек кого-то назидает, или ещё что-то, о чём речь шла, всё равно всё это деяние духа в церкви, да, всё равно это не может носить безблагодатный характер. И как об этом всегда важно помнить, да, что в церкви всё движется и направляется духом святым. И, опять же, различие этих дарований, оно не устраняет, не опровергает единство церкви, потому что всё, в конечном итоге, направлено к тому, что церковь созидала себя в любви, и апостол Павел говорит «Любовь, да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Ну, действительно, мы понимаем, что любовь не всегда может быть искренняя, она может носить показной, такой игровой характер. И это часто бывает в нашей жизни, да и было всегда. Но очень важно, что человек бы, действительно, любовь, она всегда связана с тем выбором, который человек делает. Отвращайся зла, прилепляйся к добру, именно прилепляйся, да, то есть как бы сделай добро каким-то своим постоянным действием, будь всегда к ним, как бы человек приклеился, прилепился к добру, да, и оно становится неотделимой уже частью его жизни. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, что, конечно, очень важно. То есть нежность, оно предполагает именно бережное отношение к другому человеку, да, а бережное отношение, оно всегда связано именно с переживанием ценности другой личности. А переживание ценности другой личности – это и есть, по сути, свою любовь. В почительности друг друга предупреждайте, в эсердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. То есть очень важно, конечно, то, что человек бы, действительно, не ослабевал, потому что мы понимаем, что не всегда те усилия, которые человек предлагает, в том числе и доброжелательность, они доходят отвлек, ответ в другом человеке. И зачастую, не встречая этого отвлека, люди охладевают в своих чувствах, они уже не пытаются, как прежде, послужить другому человеку, сделать ему какое-либо добро. И здесь очень важно, действительно, не ослабевать и пламенеть духом, то есть гореть, чтобы это горение, оно никогда не исчезало. На самом деле, тема выгорания, она, в общем-то, одна из, если не центральных, то довольно существенных сторон церковной жизни, потому что мы понимаем, что это выгорание иногда происходит. Люди как бы вот начинают свою церковную жизнь, общинную жизнь, большим энтузиазмом, с горением, с усердием, о котором как раз говорит апостол Павел. Но со временем этот огонь начинает тухнуть. Человек, может быть, не получает того ответа, он делает много уже со временем формально, и, может быть, не чувствует какой-то любви в себе, не чувствует необходимости того, что он делает, ну и так далее. И поэтому так важно, как это сделать, как вернуть в себе то, что со временем, казалось бы, утрачено. И вот апостол Павел здесь говорит «Господу служите». То есть, другими словами, это то же, что и в притче о страшном суде, которое нам всем знакомо, когда Христос говорит, что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. То есть, может быть, да, в людях, с которыми мы постоянно общаемся, с которыми мы что-то делаем, мы не видим того, на что хотели бы рассчитывать. Наоборот, у нас в глазах какие-то человеческие несовершенства, недостатки, и мы считаем, что люди не заслуживают нашей вот этой самодачи, нашей жертвы. Но важно помнить, да, о том, что это служение не конкретным людям, а Господу. А в нем уже нельзя ослабевать, если действительно мы любим Господа, если мы действительно понимаем, что на самом-то деле мы не людям служим, а Ему, то это усердие, оно будет возобновляться, да, оно снова войдет в нашу жизнь. Утешайтесь надеждою, можно прийти, радуйтесь надеждою. Действительно, надежда, она должна сообщать человеку и утешение, и радость. «Скорби буди терпеливы, в молитве постоянны». Ну, как бы все это, конечно, требует, это постоянство, о котором мы сейчас говорили, оно требует и терпения, и надежды, и молитвы, потому что понятно, что без молитвы, без обращения к Богу никакое дело никогда не осуществится, да, оно всегда будет некой рутиной, без того, чтобы человек ощутил в себе это присутствие Бога. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте остро на приемстве». Ну, то есть, конечно, человек не должен быть замкнут, да, это очень важно, потому что мы понимаем, что ранняя церковь, что она в первую очередь состояла из людей малообеспеченных. И потом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, который уже сегодня упоминал, и очень часто проповедники, да, другие члены церкви, они путешествовали. И, конечно, необходима была эти кровь, тогда не существовало, да, сети, там, гостиниц, как сейчас, да, может, были какие-то постоянные дворы, но это не лучшее место было для остановки в тогдашнем мире. Поэтому, конечно, люди предпочитали путешествовать, имея какие-то знакомства, какие-то рекомендательные письма, вот. И поэтому вот странноприимство – это одно из, в общем-то, существенных составляющих ранней церкви. Многие памятники раннего христианства, они всё время обращаются к этой теме. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Ну, как бы здесь мы находим, да, те практически цитаты из Евангелия от Матфея, кончание пятой главы, где Господь говорит о отношении к врагам. И действительно, даже когда мы встречаемся с какими-то неприятными ситуациями, даже с гонениями, не должно нас порождать злобу, да, мы должны уметь, как бы, гасить её тем, что с благословением даже, как ни странно, как бы это ни было парадоксально, да, принимать гонителей. Именно потому, что это одна из христианских истин, одно из евангельских блаженств, блаженны, когда вас гонят. «Радуйтесь радующими, плачьи с плачущими». То есть здесь апостол Павел говорит, 15 стих, о готовности человека поставить именно место другого, да, уметь радоваться с тем, кто радуется, то есть и плачь с плачущими. То есть не замыкаться в себе, только, как часто бывает, на собственных интересах, на личных проблемах, уметь разделить с другими переживаниями. «Будьте единомыслены между собой, невысокомудрствуя, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Очень важно, да, пример смирения, которое сами мы не всегда готовы другим дать. Вот, и апостол Павел говорит о том, что если есть пример этого смирения среди вас, то вот ему-то вы должны в первую очередь исследовать. «Мечтание о себе, оно все связано с чувством некого превосходства, да, когда человек сам себе как бы завышает рейтинг, когда он ставит себя выше окружающих. Конечно, это исключает смирение. «Никому не воздавайте, 17 стих, злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». То есть стремление к единству – это тоже очень важно. И притом не только стремление к единству, да, а не просто там не ссориться с другими, стараться других не осуждать, но и делать другим людям добро, что очень важно. То есть ставить перед собой такую цель, какое добро я могу сделать тем, кто меня окружает, что я вообще могу для них сделать. Это такой вопрос, который всегда должен ставить перед нами. И быть предметом, как говорит апостол Павел, нашего попечения. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмещение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делаясь это, собираешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Ну, эти слова немножко нас могут озадачивать не в смысле содержания, а в смысле пояснения, которое делает апостол Павел. То есть делая добро тем, кто по отношению к нам высказывает недоброжелательство, мы собираем на его голову горящие угли. Такое вот, получается, тоже зложелательство. Но по этим стоит, а не расположение сердца, не движение любви. Но на самом деле апостол Павел хочет не сказать не об этом, он хочет сказать, чтобы человек уступил месту суда Богу. Даже если человек делает зло, если он, может быть, неправ, если он ведет себя каким-то вызывающим образом, не значит, что человек должен над ним, по отношению к которому высказывает неприязнь, его каким-то образом ненавидеть, то есть пытаться вступить с ним в борьбу. Потому что очень часто все это приводит только к этому умножению зла внутри нас самих. Когда мы нам что-то сделали плохое, мы пытаемся отомстить, ответить тем же, каким-то образом. Это зло, которое порождено другому человеку, оно начинает в нас как бы расцветать, начинает в нас умножаться. У нас же появляются какие-то злые мысли. И апостол Павел говорит о том, что все должно быть прекращено. Не только прекращено, но и даже так, что враг твой голоден, накорми его, жаждет, напой его. То есть, конечно, здесь, возможно, любая ситуация, но вот эта благожелательность, делание добра по отношению к тому, кто тебе делает зло, оно все должно быть. То есть, другими словами, поведение других людей никогда не должно обуславливать то, как мы относимся к ним. Потому что зачастую так бывает, что если к нам хорошо, и мы хорошо, к нам плохо, и мы плохо. И вот апостол Павел, он предостерегает именно против этого, говоря о том, что зло должно побеждаться добром. Продолжение следует...